Первый вопрос, о котором я хочу сказать, это тема демографии. Потому что общая продолжительность жизни и снижение смертности это важнейший качественный показатель, который характеризует уровень жизни в любой стране. Здесь у нас есть абсолютный успех, абсолютное достижение. Потому что в июле месяца, благодаря таким серьезным усилиям и в здравоохранении, и в организации работы социальной во всех регионах Российской Федерации продолжительность жизни превысила 72 года. У нас есть серьезные успехи в снижении смертности, особенно в младенческой смертности. Мы планировали, что до 2018 года мы достигнем показателя 6,5 по младенческой смертности. Нужно сказать, что в июле месяце показатель младенческой смертности составил 6. И это огромный успех многих регионов. Более того, часть регионов приблизились уже к совершенно европейским показателям. И по некоторым регионам показатели составляют 4,5-5,5 промилле. Это огромное достижение, и я надеюсь, что в таком же ритме мы будем двигаться дальше. Для нас сегодня вопрос рождаемости – это вопрос абсолютного приоритета. И если вы вспомните, то вместе с вами мы программу ЭКО погружали в программу обязательного медицинского страхования. За прошлый год в программе обязательного медицинского страхования было проведено более 40 тысяч операций ЭКО. И те люди, которые годами лечились от такой серьезной болезни, как бесплодие, смогли родить детишек. У нас было после ЭКО 20 тысяч родов. Сегодня развивается частного государственное партнерство в сфере здравоохранения. 23% учреждений здравоохранения, которые сегодня работают в системе обязательного медицинского страхования – это учреждения частные. Это дает серьезное преимущество нашему здравоохранению, потому что частные компании вкладывают свои средства в развитие высоких технологий и часто являются локомотивами в развитии всего здравоохранения. По поводу смертности. Действительно, мы сделали очень серьезный шаг по снижению смертности. И смертность у нас сокращается. Она сократилась и в июле месяце, и в августе месяце. Но здесь, коллеги, мы с вами реализовали в прошлом году уникальную программу по предотвращению сезонной смертности, которая у нас традиционно подскакивала в зимние месяцы. И в прошлом году мы провели большую работу по вакцинации населения и по просветительской работе на рабочих местах, в школах, в детских садах. И эта работа имела свой конкретный результат. В прошлом году, впервые за много лет, смертность в зимние месяцы у нас сократилась больше, чем на 3000 человек в абсолютных цифрах. Я надеюсь, что в этом году вы тоже подключитесь к реализации программы в регионах. И в этом году мы расширили систему вакцинации, обратив внимание на самые сложные группы населения. Если в прошлом году мы вакцинировали от гриппа 40 миллионов человек, то на сегодняшний день у нас закуплена и началась поставка в регионы 48 миллионов вакцин. Это абсолютная доступность для всего детского населения и для тех людей, которые в первую очередь страдают хроническими заболеваниями, и для части трудоспособного населения. Очень важно провести эту кампанию вовремя, в те сроки, которые установлены системой здравоохранения. До начала эпидемии, до 10 ноября вся вакцинация в Российской Федерации должна быть завершена, и это серьезно улучшит наши показатели. Очень важным вопросом для нас остается вопрос доступности здравоохранения. В этом году тоже с вашей помощью была реализована программа специальной покупки, дополнительной покупки машин скорой помощи в рамках программы импортозамещения на 3 миллиарда рублей. Машины уже поступили во все регионы Российской Федерации, 1357 автомобилей, и мы надеемся продолжить эту программу на будущий год. В программе доступности важное значение имеет санитарная авиация. Министерство здравоохранения Российской Федерации инициативно выступило с предложением погружения в программу ОМС расходов на санитарную авиацию по оплате летного часа, для того, чтобы сегодня скорая помощь стала доступнее жителям удаленных регионов. 37% населения Российской Федерации проживает у нас в удаленных районах, и здесь только два пути решения этого вопроса. Это связь, вы тоже постоянно ставите этот вопрос в повестку дня, и здесь мы просим все муниципалитеты обеспечить там, где это невозможно, мобильной связью населения, спутниковой связью, и обеспечение санитарной авиации тех регионов, в которых невозможен иной путь доставки больного в случае острой необходимости. Теперь по вопросам, собственно, стимулирования рождаемости. В том числе, благодаря вашей поддержке, программа материнского капитала, которую мы считаем одной из самых успешных, была продлена до 2018 года. На сегодняшний день для нас это одна из важнейших программ, наряду с программой доплаты за третьего ребенка. Программа работает в тех регионах, где программа материнского капитала работает по всей России, программа доплаты за третьего ребенка работает в тех регионах, где есть проблемы с рождаемостью, и мы видим ее непосредственный вклад в развитие рождаемости. Я напомню, что мы начали эксперимент по поддержке молодых мам и первых рождений. Впервые в 2013 году молодые мамы, которые родили детей в раннем возрасте, до 23 лет, получили право поступления на подготовительные курсы высших учебных заведений и продолжение в дальнейшем своего образования в высших учебных заведениях на особых условиях. Сегодня мы подводим итоги этого эксперимента. За один год через эту программу проходит более полутора тысяч мам. Программа нам представляется чрезвычайно эффективной, и мы намерены развивать эту практику и в региональном аспекте, и по числу вузов. Очень коротко по школам и по системе образования. В связи с демографией у нас остро стоит вопрос, стоял вопрос по обеспечению детскими садами, и благодаря тоже и вашей поддержке в трехлетний период мы с вами смогли создать 1 миллион 360 тысяч новых дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. Это существенно изменило ситуацию с дошкольным образованием в стране. Сегодня только в пяти регионах сохраняется очередь, но это такие регионы, которые по определенным объективным причинам или позже вступили в программу, или изначально ситуация была сложная. Мы будем продолжать реализовывать эту программу в отношении этих пяти регионов, но дальше мы идем в программу поддержки школьной инфраструктуры. Программа по школам начала свое действие, и в рамках этой программы уже построено 92 школы, которые открыли свои двери 1 сентября этого года. Программа планируется на ближайшие 10 лет. Предварительно деньги запланированы, в том числе и на следующий год, пока мы спорим, какая это будет сумма. У нас стоит 25 миллиардов, мы надеемся, все-таки на большую сумму, для того, чтобы регионы действительно почувствовали эту программу. И еще одним вопросом, который будет стоять у нас постоянно, это вопрос обеспечения детей инфраструктурой для детей ясельного возраста, прежде всего от полутора до трех лет. Мы считаем, что это самая незащищенная группа на сегодняшний день, и сегодня развитие дошкольного образования, оно связано именно с развитием инфраструктуры в отношении этих детишек. По поводу доходов. Доходы это сегодня самый краеугольный камень нашей политики, потому что мы отмечаем снижение абсолютных доходов нашего населения. На сегодняшний день принято решение, оно у нас вошло в бюджет, и согласовано о полной индексации пенсии для нашего населения по закону Российской Федерации. Вот больше, я надеюсь, мы не будем дебатировать на эту тему, и бюджет 2017, 2018 и 2019 годов включает в полном объеме всю индексацию. Также та часть индексации, которая была пропущена, будет компенсирована в январе месяце единовременной выплатой в размере 5000 рублей для всех пенсионеров России. Сложности для нас представляют группы населения, которые находятся в трудоспособном возрасте и имеют высокую ежедневенческую нагрузку, то есть реально семьи с детьми. В прошлом году мы увеличили минимальный размер оплаты труда, и он составил 7500 рублей. Но если вы помните, что по закону Российской Федерации по Трудовому кодексу минимальная оплата труда должна быть не менее прожиточного минимума. К этой цифре мы должны приблизиться как минимум до 20-го года, самое позднее, в 2020 году. Но вот здесь шаг, с которым мы будем приближаться к этой цифре, он у нас находится в таких сложных дискуссиях. И я надеюсь, что Совет Федерации тоже здесь определит свою позицию, потому что бедное работающее население – это, конечно, очень неправильное явление. Если человек работает, он должен за эту работу получать нормальную, достойную заработную плату. Я скажу, что у нас сегодня 4,8 миллиона человек в Российской Федерации работают с заработной платой на уровне минимальной оплаты труда. И среди бюджетного сектора таких людей 1,8 миллиона человек, что, конечно, очень много. И нам бы хотелось уйти от этой ситуации, когда у нас есть работающие бедные. По поводу всех видов социальных пособий, кроме материнского капитала, нам удалось с коллегами найти общий язык. И на будущий год все социальные пособия заложены с индексацией и будут выплачиваться в полном объеме по тому законодательству, которое мы имеем. У нас есть много вопросов и перспектив. И прежде всего, это национальная стратегия в интересах детей, которую мы сейчас также подготовили, имея в виду то развитие, развитие уже тех моментов, которые были заложены в эту стратегию раньше, с учетом тех достижений, которые также достигнуты. И я надеюсь, что в будущем вместе с вами мы сможем серьезно продвинуться в деле социальной политики. Большое спасибо. Продолжение следует...